С 12 апреля снят запрет на работу ярмарок выходного дня, продуктовых рынков, СТО и автомоек самообслуживания. По поручению губернатора, право принимать окончательное решение о том, стоит ли открывать рынки и ярмарки, отдано главам муниципальных образований, исходя из эпид-обстановки на местах. По решению главы Славянского района, 12 апреля рынки и ярмарки выходного дня на территории муниципалитета были открыты. Однако, прежде чем приступить к работе, они были проверены на соблюдении всех санитарных норм и требований специальной комиссии, в состав которой вошли руководитель муниципалитета Роман Синеговский, главный санитарный врач по Славянскому району Сергей Осмоловский, специалисты Роспотребнадзора, заместители главы района, представители управления по торговле. Согласно требованиям перед открытием, территории рынков должны быть обработаны дезинфицирующими средствами. У всех работников и предпринимателей, торгующих продукцией, обязательно измеряется температура. Торговые места размещаются с учетом дистанции. У каждого предпринимателя в обязательном порядке должны быть дезинфицирующие средства. Работать они должны в масках и перчатках. Объявили, что начался карантин. Мы сразу же приобрели большой запас моющих средств, дезинфицирующих, приобрели маски, приобрели терометры дистанционные, градусников накупили. А когда сказали возможность, у нас есть открыт рынки, губернатор объявил, мы вызвали всех сотрудников, все буквально перемыли, смыли территорию, подготовились полноценно к рынку. Подготовили павильоны дезинфицирующими средствами, обработали, все у нас для этого есть. И готовы принимать покупателей и продавцов. Открытия рынков ждали как предприниматели, которым необходимо реализовать свой товар, так и покупатели. К жестким санитарным требованиям многие отнеслись с пониманием. Ведь от этого зависит здоровье окружающих. С ночи готовились к открытию. Господи, я же говорю, все с собой, и салфеточки, и рукавички, и термометр, вот температуру, которую мерять, и антисептики, вот эти вот всякие, вот такие специально приготовленные, вот хлорирующие. В общем, все у нас хорошо, масочки мы не снимаем. Покупатели довольные были, ждут уже все, вот, и названивают, когда и что откроете. В общем, все у нас хорошо, я думаю, будет, дай бог, всем здоровечко, и все будет нормально. На рынках разрешено реализовывать продовольственные товары, рассаду, а также подрощенных цыплят и утят. Главное, чтобы между торговыми местами была соблюдена дистанция не менее полутора метров. Ограничить, чтобы не было никаких рук от варьев. Ну, можно, но опять же, соблюдать дистанцию. Дистанция должна соблюдаться и покупателями, посещающими рынок. Кроме этого, настоятельно не рекомендовано ходить за покупками гражданам старше 65 лет, а также брать с собой детей. Не стоит рисковать их жизнями. Обязательное условие при посещении рынка – наличие маски. Без этого средства защиты туда не пустят, и к этому нужно относиться с пониманием. Это не прихоть руководства рынков, а жизненная необходимость для сохранения здоровья людей. Сейчас жило очень с покупателями, не хотят маски одевать, но на сегодняшний день, вот сейчас обговорились с Роспотребнадзором, с Романом Ивановичем, и вот здесь у входа у нас будут продаваться масочки, чтобы и покупатель заходил тоже по всем санитарным правилам в рынок. Комиссия побывала и на оптовом рынке. В ходе его осмотра торговых павильонов было высказано несколько замечаний по санитарному состоянию территории. Поэтому было принято решение 12 апреля рынок не открывать. Для того, чтобы как-то облегчить участь наших сельхозтоваропроизводителей, было принято решение попробовать открыть рынки. Центральный рынок, оптовый рынок, новый рынок. Вот мы сегодня посетили центральный рынок. Значит, приятно, что все нормы и правила санитарии выдержаны на сегодняшний день, то есть начали работать. Что касается оптового рынка, мы вместе с главным санитарным врачом Сергеем Осмоловским высказали ряд замечаний, где предложено руководству сегодня еще потратить день для того, чтобы выполнить те рекомендации, которые были в предписании главного санитарного врача. Потому что работать мы сможем только тогда, если будем четко соблюдать те правила, которые сегодня в этой ситуации мы обязаны все соблюдать. Поэтому это и маски, это и расстояние между и торгующими, и посетителями, покупателями не меньше двух метров. Это и ряд других рекомендаций, и средства, и все остальное. Поэтому только при четком соблюдении, безукоризненном соблюдении норм и правил мы можем попробовать работать. И то, если не будет в целом ухудшаться ситуация эпидемиологическая в крае и в Славянском районе. Все замечания были устранены, и сегодня оптовый рынок уже работает. Открыл свои двери для покупателей и Николаевский рынок. Его территорию также обследовала комиссия. От руководства Николаевского рынка, где многие предприниматели занимаются реализацией живых цветов, поступил вопрос о возможности торговать этой продукцией. Пока такого разрешения нет. Цветы не относятся к товарам первой необходимости. Возможно, что-то изменится после 18 апреля. Сейчас же процесс продажи живых цветов можно организовать только дистанционно. Дать вам какое-либо разрешение по этому поводу мы не можем, но можем рекомендовать. Но пускай они потихонечку начинают. Здесь должны у вас быть объявления соответствующие, куда обратиться по приобретению цветов, чтобы они могли позвонить и могли бы оформить этот букет, привезти надо с соблюдением всех правил. Еще раз обращаем внимание, посещение рынка возможно только в медицинских масках. Ходить туда надо в случае острой необходимости. Не брать с собой детей, соблюдать дистанцию. Эти меры направлены в первую очередь, чтобы защитить вас от возможного инфицирования COVID-19. Анна Монастыренко, Георгий Калинин, программа «События».